Доходы российской гимнастки и главы Совета директоров национальной медиагруппы Алины Кабаевой упали в два раза. Согласно декларациям, оказавшимся в распоряжении журналистов телеграм-канала «Можем объяснить», олимпийская чемпионка в 2020 году получила 300 миллионов, тогда как в 2021 всего лишь 155 миллионов рублей. При этом, по официальным данным, она зарабатывает все равно в 15 раз больше Путина. Также у Кабаева есть вклады в банках ВТБ и СМП на общую сумму 335 тысяч рублей. Помимо этого, ее матери принадлежит 260-метровая квартира стоимостью около 600 миллионов рублей, передает издание The Insider. Кабаева возглавляет Совет директоров национальной медиагруппы, в которую входит ряд пропагандистских телеканалов. Половина первого канала СТС-Медиа, пятый канал РЕН-ТВ и ряд других эфирных и платных. После начала полномасштабного вторжения России в Украину холдинг находится под санкциями. Так же, как и сама Кабаева. Против нее ввели санкции Канада, Великобритания, Евросоюз и США. Они, конечно, теряют привычный образ жизни. Теперь они не такие всеми любимые, никто их не обхаживает, все смотрят на них косо. Они привыкли, что можно было ездить в Россию как в командировку, где можно обогатиться и возвращаться на Запад и тратить все там. История для них сложная. Все ожидали, что в начале войны многие из них, западно ориентированные олигархи, в итоге отрекутся от Путина. Этого не случилось, потому что страх у них гораздо сильнее. Они боятся, что могут потерять вообще все, потому что Владимир Путин является гарантом их личной безопасности. Аренда виллы в Сан-Тропе за 850 тысяч евро и яхт за 250 тысяч евро. Роллс-Ройс, Дольче Габбана, драгоценности, дом на Рублевке. Лишь малый список того, на что тратит казенные деньги, жена замминистра обороны Федерации Тимура Иванова. Только за 2020 год Светлана Иванова по подсчетам команды Навального потратила более 109 миллионов рублей. В марте 2022 года после вторжения России в Украину Иванова побывала во Франции, где живет ее дочь, и в Великобритании, где учится сын. Летом 2022 года супруги Ивановы оформили развод. В октябре Тимура Иванова включили в санкционный список Евросоюза. Его жена под санкции не попала и в начале декабря, по всей видимости, в очередной раз навещала дочь в Европе, пишет издание «Медуза». Западные санкции вынуждают российских олигархов, депутатов и чиновников изощряться в попытках отмыть деньги. Ведь 8 из 10 банков России под санкциями, а следовательно, свифт-переводы не работают. А потому в ход идет криптосфера. Криптовалюта открывает путь огромному потоку грязных денег. Ведь никакие системы контроля здесь не работают, пишут журналисты издания «Досье». То, что касается криптовалют, в принципе, да, очень удобно с помощью криптовалюты обходить санкции. Например, то же самое делает Иран, то же самое делает Северная Корея. У них есть определенный, скажем так, маршрут, и, скорее всего, они ими поделились, в том числе и с русскими. У них есть довольно много криптобирж сейчас. Самая большая – это финанс. Рынок, он довольно большой криптовалютный рынок. То есть это не только биржи. То есть это могут быть еще провайдеры услуг, которые открывают валетс и которые занимаются экченджем. Один из самых известных обменников в России принадлежит депутату Андрею Луговому и находится на 65-м этаже в Москва-Сити. Этажом ниже расположилась криптобиржа, связанная с Олегом Феоклистовым, бывшим высокопоставленным ФСБшником, правой рукой главы Роснефти Игоря Сечина. Несмотря на то, что сам Луговой под санкциями, его семья зарабатывает от 5 до 8% комиссий с каждой суммы грязного кэша, принесенного в обменник.